МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители деревни Мережнаволок оказались отрезанными от большой земли. В Петрозаводске наградили победителей конкурса «Лучший социальный проект года». А поселок Пряжа отметил свой день рождения. Об этом и не только я, и мои коллеги расскажем вам в программе «Большие новости». Здравствуйте! В студии Наталья Кузьмина. И сначала коротко о главных событиях минувшей недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перспективы развития туризма в Карелии обсудили на совещании вице-премьеров российского правительства с главой региона Артуром Парфенчиковым и предпринимателями республики. Прозвучавшие на встрече вопросы решают на федеральном уровне. В их числе строительство объектов агротуризма на землях сельхозназначения, обеспечение устойчивой сотовой связью, популярные в Карелии туробъекты и маршруты, а также капитальный ремонт дорог. В феврале в Центр управления регионом по Карелии поступило около 2000 обращений от граждан. По количеству жалоб лидерами стали Петрозаводск, Кемский, Медвежегорский, Сегежский и Прионежский районы. Больше всего в прошедшем месяце людей волновали нечищенные дороги и отсутствие холодной воды. Петрозаводская администрация опубликовала карту закрепления школ за конкретными территориями города. У будущих первоклассников появится шанс попасть в школу рядом с домом. Приемная кампания в первые классы будет проходить с 1 апреля по 30 июня. При подаче заявления родителям нужно будет предоставить справку о регистрации ребенка по месту жительства. Жителям Карелии автоматически продлили сроки получения социальных выплат. Без личного обращения до 1 апреля можно оформить финансовую помощь на ребенка, а также пособие при рождении третьего и последующих детей и адресную социальную поддержку. Таким образом, если срок назначения вашей выплаты заканчивается в марте, приносить документы в отделение Центра социальной защиты не нужно. На открытых контейнерных площадках Петрозаводска и Кондопоги продолжают появляться новые евроконтейнеры. Их приобрел и устанавливает региональный оператор. Они легче прежних и обладают высокой надежностью. Еще одно приобретение автоспидстранца – новые мусоровозы Скания. Одни из самых современных, они оборудованы всем необходимым. Населенный пункт есть, а подъехать к нему практически невозможно. В такой ситуации оказались собственники участка в деревне Мережнаволок и Нижпольского сельского поселения. Люди вынуждены либо идти на риск и ехать по лесной дороге в надежде не застрять, либо идти через лес пешком, либо добираться по озеру. По словам местных жителей, к ним не может доехать ни скорая помощь, ни груженные стройматериалами машины. За помощью они обратились в нашу редакцию. Мы отправились вместе с ними в Мережнаволок. И забегая вперед, могу сказать, поездка получилась экстремальной. Подробности смотрите в нашем специальном репортаже. От Янишполя до Мережнаволока всего километр пути. Но за пару сотен метров до деревни дорога неожиданно заканчивается. Ко всему прочему, проезд преграждает закрытый шлагбаум, который охраняет сторож собаками. Нам нужно в Мережнаволок. Нам можно здесь проехать? Вон там, наверху поднимаете, там Мережнаволок. А здесь нельзя проехать? Нету, дорога нету. Пешком ходить будете, далеко будет. А это часть шлагбаума стоит? Да, еще. Вон там площадка есть, поворачивает, и наверх поднимаете, и там есть. Поняла, спасибо. Вонюте, дорога есть там до конца. Как нам объяснили позже, это частная территория. Дорогу до своих участков построили собственники этих домов, а ниже установили шлагбаум. Тем не менее, это самый короткий путь до деревни, по которому чаще всего добираются ее жители. Чтобы добраться до своего дома, жители Мережнаволока должны оставлять вот так вот машины свои, проходить через огромный снежный наст и 200 метров по бездорожью, пешком, по глубокому снегу. Пойдемте посмотрим. Преодолев меньше половины пути, мы приняли решение вернуться к машинам. Очевидно, что добираться таким образом до деревни – не самый лучший вариант. Ити по такой дороге, прямо скажем, непросто. Представляете, как здесь передвигаться пожилым людям или детям. Время в пути в таком режиме занимает 30 минут, а это всего 200 метров. Назвать это бездорожье дорогой нельзя даже с натяжкой. Хотя, как объясняют жители Мережнаволока, она есть на кадастровой карте. Вот дорога, вот это полтора километра. У нее есть свой кадастровый номер, это объект капитального строительства. Участок под ней площадью 9 928 квадратных метров. По документам для восстановления проезда к деревне Мережнаволок. Вот она идет, как автомобильная дорога стоит на балансе собственность публично-правовых образований и принадлежит эта дорога Республики Карелия. Жители Мережнаволока неоднократно обращались к главе енишпольского сельского поселения с просьбой достроить недостающий участок дороги. В ответ они получили от нее официальное письмо, в котором также сказано, что дорога принадлежит Республике, а значит и решать этот вопрос должен не муниципалитет. Тем не менее, в Карельском министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи эту информацию опровергли. Дорога между деревнями Тернаволок и Мережнаволок, ориентировочной протяженностью более 2,5 километров, состоит из нескольких участков. В республиканской собственности находится несколько из них. Общая протяженность республиканских участков чуть более 800 метров. Остальные до сих пор остаются без хозяйными. При этом один из участков этой дороги упирается в скалу, а строительство обходного пути – это, как вы сами понимаете, крайне затратное мероприятие. Один из собственников земли в Мережнаволоке готов достроить недостающий участок дороги за свой счет. Но, как объяснили нам в министерстве, только создание одной проектно-сметной документации обойдется в 2-3 миллиона рублей. Добраться до деревни можно и по другой дороге, тоже неофициальной. Проехать по ней получается с большим трудом и только на полноприводном внедорожнике. Сейчас дорога накатана. Если бросить влево-право, то, соответственно, уже все. Идти только за трактором в Янишполе и вытаскивать. Нам повезло, что мы были не одни. Нам не пришлось пешком идти в Янишполе за трактором, потому что в снегу по очереди застряли все три машины. Вот так с приключениями и потратив почти час на вытаскивание друг друга, мы все-таки добрались до Мережнаволока. Кстати, как говорят те, кто ездит по этой дороге, летом ситуация еще хуже. Грязь, лужи, непроходимая жижа, валуны и огромные ямы. Проехать на легковушке здесь невозможно круглый год. Вот участок, это жене достался от деда. Мы хотим строить дом, построить сарай, ну, держать эту живность. У нас мы снимаем сарай, жена уже говорила, что мы снимаем сарай, приходится снимать его в Янишполе. Кроме того, семья Солнышковых хочет организовать рядом со своим участком детскую площадку для всех местных жителей. Летом здесь постоянно проживает порядка 300 человек. Но есть одно большое «но». Привезти в деревню стройматериалы практически невозможно. Все машины отказываются. Только слышат наш Мерешнаволок, все говорят, вызывайте хоть вертолеты к себе. Ну, никто не хочет ломать свои машины. К нам ни почтальон, ни скорая. Сейчас вот тоже недавно был случай, соседу стало плохо нашему. Вызвали скорую, скоро доехала только до скалы, потому что задний привод не поедет туда. Вот. Алексей пришел проведать все, как бы, свой участок. И он говорит, я просто смотрю, что врач молоденькая, санитарка молоденькая, чемодан больше ее. Ну, что делать? Ну, не понесут же они. То бишь, он взял всю эту ношу на себя, этого мужика здорового, потащил на носилках с его сыном по лесу. Вот этих два километра они еле дошли. Неоднократно случались и трагедии. Одной из жительниц тоже стало плохо. Мужчины повезли ее на лодке. Машина скорой помощи ждала на противоположном берегу. В итоге спасти женщину не успели. Несколько человек утонули, когда добирались до деревни по льду. Идти по замерзшему озеру или плыть на лодке в теплое время года – это последний из трех способов добраться до Мережнаволока. Участок хороший, но дело в том, что дороги вообще никакой нет. Привезти очень большая проблема, что что-либо сюда завезти только либо большими тракторами по этому, по бездорожью, либо на руках, как сказала глава администрации, завозите зимой по льду. Как это все выглядит, я, честно говоря, немножко не представляю. Действительно сложно представить, как тяжелые грузовые машины или бетономешалки поедут по льду. Да и найдутся ли такие желающие. В Карельском министерстве по дорожному хозяйству транспорту и связи считают, что проблему с подъездом к деревне нужно решать за счет ремонта именно второй дороги, которая идет через лес и пока никому не принадлежит. В Петрозаводске наградили победителя. Конкурса «Лучший социальный проект года». Торжественная церемония прошла в рамках второго форума социальных предпринимателей Карелии. О чем рассказали на форуме и какие бонусы ждут предпринимателей в этом году, расскажет мой коллега Николай Соболев в рубрике «Новости экономики». Здесь, в конференц-зале ресторана, собрались начинающие и практикующие социальные предприниматели. В конкурсе «Лучшие социальные предприниматели 2020 года» участвуют 22 проекта, и только 7 из них станут победителями. Любой гость сможет нам прийти, независимо от своих сложностей, здоровья или нет. Мы ждем всех гостей в том числе и здоровых. У нас очень весело и интересно. Приходите за яркими эмоциями. Уже полтора года Центр «Твой мир» предоставляет возможность любому желающему в шлеме виртуальной реальности прыгнуть с парашюта или побывать в невероятных мирах. Андрей Иванов не только директор Центра, но и соавтор идей. Проект победил в конкурсе социальных предпринимателей в сфере социального обслуживания. Помимо развлечения, также мы поняли, что виртуальную реальность можно использовать, как решая социальные вопросы, такие как адаптация людей к определенным ситуациям, либо развитие мелкой моторики. Еще один необычный проект из Петрозаводска для детей с особенностями здоровья. Занятия с малышами проводятся в бассейне в инклюзивном формате. То есть у нас есть здоровые детки, группа. И в эту группу со здоровыми детьми входит малыш с особенностями. И таким образом, во-первых, малыши с особенностями показывают более хорошие результаты. Они, как бы стремясь за здоровыми детками, выполняют гораздо больший объем упражнений. И, соответственно, эффект от занятий больше. Говорили на форуме и о мерах поддержки. Чтобы воспользоваться ими, необходимо состоять в региональном реестре социальных предпринимателей. Сегодня в нем 15 организаций. С этого года в рамках нацпроекта каждый социальный предприниматель может получить грант на сумму 500 тысяч рублей. Также нашим фондом по содействию кредитования Республики Карелия разработана отдельная программа по льготному кредитованию социальных предпринимателей. И процентная ставка по кредитам составляет всего 1-2 ставки рефинансирования. Чуть больше 3%. Я уверен, что эти меры государственной поддержки федерального уровня также дадут толчок к развитию этой очень важной, на мой взгляд, отрасли. Чтобы стать социальным предпринимателем, необходимо, собрав пакет документов, обратиться в корпорацию развития. Проект должен соответствовать определенным критериям. Тогда его внесут в общий реестр. Николай Соболев, Сергей Беляев, Владислав Петров. Специально для Больших новостей. В поселке Пряжа отметили день рождения района. В этом году ему исполнился 91 год. Из-за ограничений праздновали скромно в узком кругу в этнокультурном центре. Встреча прошла под знаком кинематографа. Собравшимся показали кадры видеохроники полувековой давности. Напомнили о кинофильмах, которые снимали на территории района. Также состоялась премьера видеофильма о современной жизни Пряжинского района. Обо всем по порядку расскажет Светлана Воробьева. У Пряжинцев есть свой гимн. Не каждый район Карелии может этим похвастать. О любви к родному краю в нем признаются на карельском языке. Здесь карелов из 14 тысяч населения, почти 40 процентов. Район по праву называют национальным. Главное, наверное, богатство – это люди, способные хорошо трудиться. Люди, готовые расти детей на этой земле, заботиться о своем родном крае. Я думаю, что беречь традиции, в первую очередь патриотические традиции. На карте Карелии Пряжинский район появился 28 февраля 1930 года. Зверосовхозы, леспромхозы, фермы – знаменитые земляки, среди которых герой Советского Союза Мария Мелентьева. История района на кадрах кинохроники. И никто даже и думать не мог, что она способна на подвиг. Во время просмотра архивного видео среди зрителей оживления они узнают родные места и своих земляков. Вы знаете, повеяло детством, своими родными местами, теплотой. Вот даже не передать те эмоции, вот прямо я вот… Не хватает слов сказать, какие эмоции переполняют. Пряжинский район традиционно притягивает кинематографистов. В 1972 году здесь, в старинной карельской деревне Сергилахта, прошли основные съемки фильма «Азори здесь тихие». Современным режиссерам полюбилась кинерма. В ней снимали несколько фильмов. Естественные декорации, неповторимая природа и сохранившиеся самобытные деревянные постройки. Сегодняшний день Пряжинского района в короткометражном фильме. Его сняли общественные организации силами уже местных кинематографистов. Теперь главный акцент на туризм. Пряжинцам есть что показать в своем крае, и они с удовольствием приглашают к себе в гости. Светлана Воробьева, Сергей Беляев. Поселок Пряжа. Специально для программы «Большие новости». Также на праздновании Дня рождения Пряжинского района общественные организации подвели итоги нескольких проектов и рассказали о новых планах. Так представители Центра развития социального туризма, это один из партнеров местных некоммерческих организаций, продолжили серию встреч в рамках проекта «Доступный туризм для старшего поколения. Клуб путешественников». Это уже третья встреча на территории Пряжинского района. Предыдущие прошли в Кудаме и в Крошназере. В Пряже рассказали о туристическом потенциале Карелии, а также о том, какие дополнительные возможности есть у путешественников-пенсионеров. С Пряжинским районом работать проще, потому что здесь уже давно действует большое количество общественных организаций, так или иначе соприкасающиеся с темой туризма. И поэтому здесь у нас есть уже давние надежные партнеры, фонд Пряжинского района «Вместе», этнокультурный центр Пряжи. Поэтому здесь и формируются быстрее вот такие клубы путешественников старшего поколения. В результате после каждой такой встречи к представителям центра подходят желающие объединиться в клуб путешественников. Далее они формируют свои пожелания по маршрутам, а центр с помощью партнеров-туроператоров содействует возрастным туристам в организации их путешествия. В Марциальных водах заработала новая котельная, в Медвежегорске убрали городские свалки, а Калевала готовится к празднованию Дня Республики. Новости из районов Карелии, как всегда, узнаем из подшивки местных газет. В поселке Марциальные воды начала работать новая газовая котельная. Она заменит прежнюю мазутную. Газовая котельная будет снабжать теплом и горячей водой поселок, и санаторий Марциальной воды, а также подавать горячий пар для лечебных грязевых процедур. Средства, сэкономленные на разнице в цене топлива, планируется направить на модернизацию сетей поселка. Калевала готовится к празднованию Дня Республики. Уже отремонтировали 5 километров асфальтового покрытия, приведена в порядок часть ярмарочной площади, преобразились фасады домов. Из республиканского бюджета район получит 25 миллионов рублей, еще почти полтора добавят из местной казны. В Медвежегорске ликвидировались 7 крупных свалок. Общий объем убранного мусора составил почти 700 кубических метров. Работы удалось провести в рамках региональной госпрограммы воспроизводства и использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Костомукши эвакуировали весь персонал муниципального архива и центральной библиотеки. Там прошли учения пожарно-спасательного гарнизона. В них приняли участие порядка 20 спасателей. В полном обмундировании с помощью четырех пожарных машин они успешно справились с огнем и спасли условного пострадавшего. Газета «Советская Беломорья» рассказывает своим читателям о том, чем славились женские косы на Руси. Например, до замужества девушки носили одну косу. На девичнике ее переплетали в две. Считалось, что одна коса наполняет силой женщину, а вторая – ее детей. На Руси верили, что в женских волосах хранится особая энергетика, способная поддерживать ее семью. На этой неделе мы побывали в первом Петрозаводском общественном приюте и расскажем вам о двух добрых котах, которые внезапно остались одни и сейчас ждут своих хозяев. Нас зовут Брид. Ночью приехали в приют люди, привезли переноску. Сказали, нашли на выезде из Петрозаводска около родника. В переносочке были жирненькие котики. Вот Брид был и его мама – британка. Он очень ласковый, хороший котик, добрый. Правда, любит кошек погонять. Очень любит с ними заигрывать. Вот это вот Пушочек. Жил он у бабушки. Бабушка умерла, теперь оказался у нас в приюте. Котик очень хороший, добрый, ласковый. Может жить с собачкой. У него, кстати, есть жена, которая подбирается. Тоже жила у бабушки вместе с ним. Он очень красивый котик, похожий на рысь. Вот такой маленький рысеночек. Приезжайте за Пушком. Если вам приглянулся кто-то из этих озорных малышей, звоните по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, или вы также можете написать в группу приюта ВКонтакте. На этом все. Мы поздравляем всю прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Будьте счастливы, любимы и здоровы. Берегите себя. И до встречи в эфире программы «Большие новости» ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова